Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В рамках третьего международного дальневосточного фестиваля «Мариинский» с программой «Мендельсон Берлиос» выступит обладательница гран-при второго международного конкурса пианистов Grand Piano Competition Александра Довгань. Начало в 19.00 стоимость билетов от 600 до 5000 рублей. А в Фетисов-Арене пройдет товарищеский матч «Адмирал Амур». Начало в 19.30 стоимость билетов 200 рублей. Открытие выставки художественной фотографии «Миры Елены Захцер» состоится в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте 12. Экспозиция знакомит с ретроспективой творчества фотохудожника с 2010 по 2017 годы. Представлены более 70 произведений из серии «Бальные танцы», «Портреты мгновений», «Мир под ногами», «Символические конструкции». Многие работы были удостоены почетных дипломов международных фотоконкурсов. Елену Захцер интересует цвет, лаконичность, форм фотографии. Начало в 16.00 стоимость билетов 100 рублей. А в галерее «Арт-этаж» откроется выставка «Пекинская опера». На ней представлено более 30 картин, показывающих взгляд 14 художников из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Ченду и других городов Китая на традиционный жанр пекинской оперы. Начало в 17.00, вход свободный. На спектакль по роману Фредерико Бекбедера «Любовь живет три года» приглашает театр Андрея Нартова. История разворачивается вокруг журналиста Марка Маранье. Он уверен, что чувство любви вызывается определенными гормонами, которые выделяются в теле человека лишь три года. В дальнейшем работа мозга нормализуется, и гормоны не вырабатываются, а все чувства уходят в прошлое. Подтверждение теории для самого журналиста – его брак с очень красивой Анной, который распался ровно через три года. Начало в 19.00, стоимость билетов от 500 до 600 рублей. Военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию хасанских событий, состоится в парке «Минный городок». Кроме постановочного боя, посвященного одному из этапов хасанского сражения, также организуют полевой лагерь с выставкой вооружения, быта и снаряжения, а также техники времен боев от Музея техники XX века. Начало в 12.00, вход свободный. Фестиваль нестандартной музыки «Нейросвязь» пройдет в клубе «Водолей». По словам организаторов, вы услышите непривычную музыку, которая удивляет, которая доказывает. А ведь можно по-другому. Начало в 17.00, стоимость билетов от 250 до 350 рублей. Благотворительный аукцион пройдет в «Малом Гуме». Свои лоты предоставят блогеры, арендаторы торгово-развлекательного центра и компании «Владивостока». Вырученные средства будут направлены на нужды детей с речевыми нарушениями. Начало в 17.30, вход свободный. Экологическое мероприятие «Экосквер» пройдет в сквере Суханово. Для гостей и жителей города будут работать интерактивные площадки. Также ожидается ноу-хау от экологистов и конкурсы. Для детей организаторы приготовили мастер-классы по росписи камней и квиллинг. На мероприятии будет действовать конкурс плакатов. Все желающие смогут нарисовать плакаты на тему экологических проблем. Начало в 11.00, вход свободный. На экскурсию кинематограф Старого Владивостока приглашает музей Арсеньева. Вы узнаете о первых театрах и кинотеатрах города, их первых кинопоказах, о том, какие еще визуальные развлечения существовали у жителей прошлых столетий, а также увидите место, откуда начинается история кинематографа Владивостока. Начало в 16.00, стоимость от 200 до 400 рублей, бронь билетов обязательно. Новая программа во Владивостокском цирке, цирк зверей династии Филатовых, гимнасты и жонглеры, клоуны и их питомцы, костюмы, музыка. В программе участвует большое количество животных из разных стран мира. Это леопарды, медведи, обезьянки, дрессированные собачки, кошки, питоны, пони и попугаи. В номерах сочетается дрессура смешанной группы животных, домашних, экзотических и хищных. Начало в 12.00, стоимость билетов от 900 до 1800 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.